здравствуйте мои дорогие сегодня я хочу вам снять покупочки из фикс прайса ну те кто видели мои бывшие перед этим покупочки с фикс прайса ну они ничем не изменились а как бы уже у нас по 49 рублей все и товар как бы ну желает быть лучшего сейчас очень много новогодние атрибутики там у меня есть уже именно те товары за которым я иду именно за ними но если попутно что-то встречаю то покупаю вот сегодня я хочу показать как я уже сказала там очень много новогодние атрибутики сейчас там есть такое письмо деду морозу вот у меня есть внуки как бы внук еще один маленький два года вот а внучки уже вот декабре будет четыре года и в пятницу она придет мы напишем вот такое письмо деду морозов здесь есть конвертики письмо деду морозу разукрашка и наклейки вот такое такой конвертик видите деду морозу кому россия вологодская область город великий устюх дед мороз ну и от кого напишем вот есть листочек такой же там лежит так вот здесь постараемся что-нибудь написать нарисовать ну и есть письмо деда мороза это уже как бы на новый год там где подарок будет наверное я вложу конверт скажу вот дед мороз прислал ну еще добавочно будут подарочки так что их там 10 штучек все это ну главное есть и новогодняя разукрашка она очень любит разукрашивать поэтому как бы ели там ну это первое наше письмо будет деду морозу прошлом году она еще этого не понимала сейчас она уже ждет у меня новый год такой насыщенный как бы декабрь январь не в декабре день рождения у одного внука во второй внучке у кумы моей любимой у сестры потом в январе 1 января у сына 7 января у мужа короче у меня ох 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 сплошные праздники но это это отступление дальше тоже новогодняя атрибутика такая салфеточка есть вот она где-то сантиметра на 40 на 20 наверно а может здесь даже пишут сейчас посмотрим так состав фетр из фетра она не пишут я взяла эту новогоднюю атрибутику поставить ну и еще можно побрызгать краской будет там например что разукрасить нужно будет ну вообще такая мягенькая ой извините вот новогодняя взяла понравилась мне очень такая вот ну а теперь вроде бы остались от тем покупки которыми я уже пользуюсь довольно таки давно кто недавно смотрел мое мое видео там мою уборку в шкафу я пользуюсь такими вакуумными пакетами мне очень нравится там для подушек для верхней одежды все что можно вот опять две штуки взяла вот мне они очень нравятся вообще кто придумал эти мешки молодец хорошие люди две штуки взяла еще взяла такую штучку опять таки для внучки у меня была такая синяя она приходила на выходных а бабушка где ты взяла этих шариков я хочу все такое ну короче бабушка конечно же на внученька вот взяла другую не то чтобы ее мыть ей просто эти нравятся эти смешарики у нас была синяя вот здесь вот картинки синие этот смешарик или голубенький такой раз взяла розового ну дитю нравится мне значит должно 25 раз понравится вот ну конечно же куда я денусь без своих меламиновых губок кто-то их ругает а я уже привыкла не могу мне особенно там нравится и подоконники и пластик и кухню и я ее режу здесь их две штуки я их режу там на 1 на 3 штуки такие полоски прямоугольные получается здесь и две штуки мне как бы они нравятся никакой порошок никакой химии просто холодной водой не выкручу вот так вот между ладонями складка сжалой и все ну конечно же чай чай мне почему-то нравится этот чай там две вот этих упаковочки за 49 я их беру для себя как бы не заморачиваюсь заваривать заварнуть там я не чайман поэтому меня вполне устраивает вот такой еще конечно же постоянно я там беру и я буду расстроена если он там они оттуда он оно они в общем исчезнет оттуда соус вот этот мне он очень нравится как большая бутылка у нас магазине он по по моему восемьдесят четыре был в магните ой не помню сейчас тут тоже что сто семь сто три что то такое ну там маленькая здесь большая вот так что меня устраивает такой он такой ну там есть еще второй сорт сладкий такой этот красный темно-красный а там такой оранжеват нет не оранжеват такой тем такой ну оранжево-желтый что ли тот он мне как-то нет вот мне вот этот именно соус чили острый нравится конечно же по предыдущим тоже вы видели я пользуюсь вот это для туалета мне очень нравится я уже рассказывала там бывает зеленый там бывают синие и вот желтый такой тоже холмстар мне нравится очень желтый почему-то тем не как-то ну как-то как-то скажем не понравились вот еще что этом постоянно беру тоже уже видели вот как бы повторяюсь ничего нового нету но я вот не разочаровываюсь вот это это для ванн акрил эмаль легко чистить защищает поверхность побрызгала тряпочка смыла и все то есть мне очень нравится я там беру теперь уже только проверенные вещи которые мне нравятся и все вот постоянно пользуюсь вот такой это в этот раз я не брала мне еще было она начатая там уже вон видите запах у нее обалденный да я думала какая-то там за 49 рублей маска бальзам там ну вкусно пахнет вот эта розовенькая еще купила вот такой мне тоже нравится я уже пользовалась давно ну вот это с перцем который первый показал вот это она мне больше нравится знаете наверное из-за того что я чувствую эффект когда ее намазываешь на кожу головы масочку я делаю да она печет сильно и обязательно смывать нужно волосы назад наклоняйте это для того чтобы не попала в глаза потому что мне один раз попала было мама не горюй поэтому хочу сказать вот купила еще такой я его брала уже да он белого цвета внутри кстати нужно только сегодня купила запах у него тоже такой но я думаю как бы знаете наверно конечно же отдушка с активной вытяжкой чеснока и маслом розмарином вот маска бальзам содержит активную вытяжку чеснока который способствует регенерации укреплению волосяной луковицы ну короче вот так рекомендуется использовать комплексе с биошампунем чеснок серии русское поле конечно я не использовала русское это поле вот москва изготовитель здесь 250 грамм мне он очень нравится и вот я еще сегодня купила вот такую вот масочку я ее не брала она зеленого цвета я ее не брала только сегодня попробовала думаю ну у меня пахнет ой вообще цветом каким-то а это репейное масло с протеинами короче мне девчонка одна там моя знакомая дочка она сказала говорит ой говорит знаете мне она очень нравится говорит вы попробуйте ее еще волосы так хорошо ну как бы попробую а я до этого репейная маска у меня была я ездила прошлом году в беларуси и у них же там это ихняя фирма выпускает в общем репейную маску у них там мне подружка подарила лерчик привет вот и я мазала мне очень нравилась репейная маска как бы у меня я до этого все время была блондинка волосы испортила потом начала отращивать свой цвет волос теперь я уже черная и короче как бы реанимирую волосы ну вот думаю может как-то будет репейная маска вот пока ничего не могу сказать если вот про эти перед первые две с перцем с чесноком оболтенно положительные эффекты хорошие как бы ну мне нравится и не портит может он там сильно потому что я еще как бы волосы же говорю была белая сейчас стала черная поэтому я еще использую это вот этот перфектив из 30 капсул такие коричневые эти я пью то есть волосы как бы уже и возраст и все поэтому стараюсь волосы насыщать всякими этими но то есть короче вот это с чесноком и с перцем я уже знаю что хорошие вот ну попробую теперь вот эту еще вот там появилось и масло там разные я купила вот масло и лимона для чего я его беру я его беру а когда мой пол несколько капель добавляю в этом водичку полы мою вот и запах тогда по всей квартире все мне нравится там 5-7 капелек предостаточно и запах по всей квартире еще это добавляю перед тем как выкинула как новый мешок в пылесос вставляю я одну-две капельки капаю на ватный тампончик и засасывает пылесос это когда пылесошу запах распространяется очень вкусный по квартире вот еще еще там также появились масла мяты для чего я беру масло мяты я масло мяты беру еще не только масло мяты беру я вообще беру там в аптеке траву мяты и если летом растет я так везде разбрасывают на даче в домике в бане в гараже ну везде как бы у меня мышей нету но я как бы предотвратить это мыши не любят запах мяты поэтому я также где на тряпочку где на ватные тампоны там по шкафам под вообще после двери там заплиты все я везде как разбрасываю мяту и и масло и еще покупаю в аптеке это как вот траву мяты как-то неприятно мне эти кто они там животные в общем насекомых нет никто не там в общем мне они неприятны не хочу с ними дружить конечно как бы травить и как-то мне рука не поднимается все таки это живое существо у меня еще есть пищалка на даче там она тоже как бы их отгоняет она правда противно когда мы приезжаем мы ее отключаем потому что пипиткой писклявый 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 блау приходится мне отключить ну короче вот на этом все мои покупочки все что я вам хотела рассказать показать вот пишите какими покупками вы с фикс прайсом пользуетесь тоже интересно узнать там что вы новое для себя открыли чем вы постоянно пользуетесь спасибо подписывайтесь чтобы не пропустить обновления вот задавайте вопросы может какие-то темки вас интересуют интересуют а может что-то новым новенькое для вас нет ну все пока пока